О самых интересных событиях из мира кино О самых кассовых и рейтинговых фильмах О жизни звезд и режиссеров Об этом и многом другом расскажем вам прямо сейчас С вами Ирина Вышегородцева И Мария Рунич И это программа Кинокайф Где мой скафандр? И шлем? Я собираюсь отправиться в космос Куда ты их спрятываю? Признавайся, отдавай немедленно Ира, какой скафандр, какой шлем? У тебя даже ракеты нет, в космос она собралась Вот ты, например, инструктаж прошла? Какой инструктаж? Мне даже проходить ничего не надо Я все знаю Для того, чтобы полететь в космос, Ира Нужно как минимум быть максимально здоровым И иметь высшее образование У меня все при себе Вот, посмотри Высшее образование, справки В общем, все есть Все у меня есть Где мой скафандр? Я готова отправляться в полет Ты со мной полетишь? Нет, я с тобой не полечу Давай лучше посмотрим, что по этому поводу говорят умные люди Для начала Мне вообще не интересно Я в космос хочу, да побыстрее Хочу смотреть, как там все устроено Ира! Не обязательно лететь в космос Для того, чтобы знать, как он устроен Посмотри просто научный художественный фильм И тебе хватит Или вбей вон в интернете, как устроен космос Я вот ни один художественный фильм о космосе не знаю Я смотрела только «Звездные войны» Там потрясающее изображение космического пространства и космоса Это да, все объекты От астероидов до истребителей И даже «Звезда смерти» настолько тщательно проработаны Что легко забыть о том, что все это лишь кинокартина Где же мой скафандр? Ира, еще раз тебе говорю, «Звездные войны» — это фантастика Лучше посмотри научные фильмы, например, «Новые тайны космоса» Научно-популярный фильм Или «Космос наизнанку тайно спрятанной вселенной» Он, кстати, 17-го года Или вот более новая картина, снятая в 18-м году «Космос-2018» — документальный фильм про все Хватит умничать Погоди! Есть у меня в запасе для тебя еще один интересный фильм про космос Но он уже не документальный Но основан на реальных событиях Называется «Время первых» Картина рассказывает о первом выходе в открытый космос А главные роли сыграли Евгений Миронов и Игорь Станин Хабенский Фильм получил положительные отзывы российских кинокритиков Однако вот в прокате выступил весьма неудачно Где мой скафандр? Ира Космонавты могут проводить на международной космической станции Не больше шести месяцев И на то есть веские причины Потеря мышечной и костной массы в условиях невесомости За это время настолько велика Что дальнейшее нахождение в космосе для человека не представляется возможным Поэтому перед отлетом нужно хорошенечко подкрепиться Ира, ты меня пугаешь И тем более, что ты пристала к этим космонавтам Я вообще-то готова о них разговаривать бесконечно Вот и фильмы даже на планшет себе закачала Где мой планшет и скафандр? Вот, например, «Интерстеллар» с Кристофером Ноланом Да, хороший фильм Он о путешествии группы исследователей Которые используют недавно обнаруженный пространственно-временной тоннель Чтобы покорить огромные расстояния на межзвездном корабле Сценаристом проекта выступил брат Кристофера Джонатан Нолан «Интерстеллар» уже древний фильм Его премьера состоялась аж в 2014 году Посмотри лучше картину «Пассажиры» или «Гравитацию» Они немножко посовременней А еще лучше российский художный фильм «Салют-7» Снятый в 2017 году режиссером Климом Шипенко Окей, Google, «Салют-7» О, вот, история История основана на реальных событиях Которые происходили в 1985 году Неожиданно на известной станции «Салют-7» Которая находится в открытом космосе Происходит поломка Правительство решает это событие держать в секрете И не предавать огласности И отправляет на станцию своих самых лучших людей Чтобы предотвратить страшную катастрофу Главными героями выступают Владимир Дженебеков и Виктор Савиных Причем первый был очень опытным человеком в авиации И Владимиру за свои 43 года пришлось четырежды побывать в открытом космосе В 2018 году картина была удостоена кинопремии «Золотой орел» В главной номинации лучших фильмов И премии за лучший монтаж фильма И кинопремии «Ника» за лучшую операторскую работу Бесконечной премии А главные роли в фильме сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко Все, решено В выходные точно посмотрим Надену скафандр, шлем, сяду на диван, включу телек и буду смотреть фильм А как же космос? Полечу в другой раз В скафандре-то нормально фильмы смотреть? Где скафандр-то? На сегодня это все Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы Смотрите программу «Кинокайф» С вами была Мария Ирунч И Ирина Вашегородцева До встречи на канале «16» Пока-пока